Патриотам невозможно стать по приказу. Любовь к отчизне воспитывается с самых юных лет. И очень важно, когда это высокое чувство живет в реальных делах и укрепляется на жизненных примерах. В пятой школе Славянска-на-Кубани этому уделяется особое внимание. Пятая школа не случайно носит имя легендарного командующего воздушно-десантными войсками Василия Филипповича Маргелова. В преддверии 109-й годовщины со дня его рождения в школе состоялось посвящение в юные десантники учащихся двух классов. Почетными гостями праздника стали ветераны-десантники. Воспитанники военно-патриотического клуба школы «Юный десантник» внесли знамя воздушно-десантных войск. Затем состоялось возложение венков к памятнику Василию Маргелову, который находится в школьном дворе. Ветераны поздравили учащихся с таким важным событием в их жизни. Прозвучал текст клятвы. Жить, учиться, творить, всегда и везде. Во славу великой России. Во славу родной Кубани. Придемся, придемся, придемся. Затем почетные гости надели ребятам десантные береты. Конечно, момент был волнующий и запомнится он новоиспеченным десантникам надолго. Я очень рада, что стала десантницей, потому что мой папа десантник. Ребята из клуба «Юный десантник» продемонстрировали приемы рукопашного боя в показательных выступлениях. Ветераны воздушно-десантных войск считают, что школа на правильном пути. Здесь воспитывают настоящих патриотов. Целых два класса в школе. Я думаю, эти ребята запомнят на всю жизнь и будут стремиться, чтобы потом уже и говорить своим детям, и быть лучшими. А десантники, я уже сказал, везде на острие. И они всегда лучшие, смелые, самые хорошие. Пройдут годы, ребята вырастут, но в сердце наверняка останутся слова клятвы, где говорится о том, чтобы быть образцом в учебе и поведении, честным и верным товарищем. Андрей Вишневский, Александр Косицын, Константин Монастыренко, программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok